всем привет с вами ольга и в этом видео сделаю обещанную часть вторую часть покупок по 13 каталогу faberlic может быть немножко поздновато потому что не последний день действия каталога вот но обещала надо делать дело в том что немного приболела и я пыталась несколько раз снимать видео и это выглядело так как будто ну просто как будто я сейчас или расплачусь иногда даже я начинала плакать когда насморк там линза у меня этот цвет в общем в окно светит прям вот так примерно выглядела поэтому немного я это дело перенесла ну на последний день каталога самое главное что я хотела и очень ждала и было мне интересно попробовать это серия aqua smart которая рассчитана на возраст 20 плюс значит сюда входит крем для кожи вокруг глаз крем дневной ночной то есть можно утром и вечером использовать и мицеллярный гель для снятия макияжа я его уже покупала заранее по новинкам уже про него говорила на данный момент у меня его осталось совсем немножечко то есть это я вам показываю первую бутылочку которую которая была в том видео мнение мое в принципе о нем не поменялось то есть он хорошо стирает макияж с глаз удаляет но не водостойкий попробовала кстати водостойкую тушь нашлась у меня одна такая полу полу засохшая полу умершая но смогла и накрасить действительно плохо удаляет водостойкую ну как заявлено размазывает получается такая мега панда потом общем фиг это ототрешь остальное весь макияж в том числе даже водостойкую кстати подводку вот это вот вещица хорошо смывает здесь довольно густой такой гель и ну что ощущение потом приятные единственное вот мне немного глаза пощипывает даже не пощипывает а подпекает вот а если брать например вот все лицо то есть тональное средство просто отлично снимает и после него очень приятные ощущения то есть ничего не стянуто как будто уже что-то нанесли на лицо в общем понравилось поэтому вторую бутылку которую я получила при покупке набора вот 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 я тоже оставляю себе и с удовольствием буду пользоваться второе средство из линейки aqua smart это увлажняющий вернее ультра увлажняющий гель для кожи вокруг глаз он идет 15 миллилитров такой тюбик он в принципе как и все средства для кожи вокруг глаз от faberlic имеет вот такой вот носик но тоже ничего особенного пользоваться удобно мне конечно больше нравится с дозатором но носик тоже нормально и выходит он в коробочке на коробочке здесь нам написан состав действия основные компоненты которые вот активные тут содержится но это вы сами я думаю можете прочитать или при покупке или в каталоге на сайте поэтому не буду особо останавливаться единственное скажу в результате кожа наполняется влагой выглядит свежей упругой и сияющей способ применения утром и вечером наносите на очищенную кожу вокруг глаз сейчас я вам покажу о текстуре как это выглядит он идет такого вот белого цвета и видите как мы только начинаем его на коже трогать он просто становится прозрачным ну можно сказать что он как гель такой как бы при соприкосновении с кожей начинает так вот таять плыть далее если это все распределить по коже то через буквально 30 секунд никаких следов абсолютно на руке не останется ну и то же самое соответственно касается кожи вокруг глаз после нанесения вот этот вот гель действительно очень быстро впитывается дает ощущение увлажненности гладкости мягкости то есть приятен во всех отношениях и после ну буквально вот как 30 секунд после нанесения проходит уже нету никакого ощущения то есть прям вот просто такая гладкая кожа никакая не липкая и в общем никаких неприятных ощущений не возникает после этого геля можно спокойно наносить или корректор или не знаю там диди крем ну в общем то что вы наносите именно под глаза вот сюда и тоже все сидит хорошо никуда не скатывается ничего не девается в общем мне понравилось но для себя я выбрала способ использования только на утро то есть утром на очищенную кожу я это наношу далее наношу корректор там тональный крем все остальное на вечерний уход я этот гель использовать не буду и я так думаю что но надо чередовать уходом который более подходит по возрасту а поэтому для себя я оставляю пролексир либо из сингары в общем я сочетаю вот эти вот две линейки поэтому вот так и последнее средство из серии aqua smart это вот такой вот гель для лица даже крем гель не знаю как его назвать тоже увлажнение это же он рассчитан на день и ночь то есть одним и тем же средством можно пользоваться утром и вечером идет тут такая защитная крышечка пластиковая вот и сам крем выглядит таким вот образом сейчас я тоже немножко достану конечно мне больше нравится упаковка не в банке потому что туда надо залазить пальцем или дозатор или тюбик ну такую сделали вот видите то же самое то есть такая вот легкая текстура он прям как водичка становится когда распределяешь по коже но вот тут вот по сравнению с гелем для кожи вокруг глаз если я сказала что никаких неприятных ощущений нету тут я этого отметить не могу я пробовала его наносить и побольше и поменьше и уже вообще чуть-чуть я все равно ощущаю его потом на коже то есть даже когда проходит пять минут есть ощущение что на тебе что-то нанесено не могу сказать что он все прям приклеивается как бы тональный крем на него хорошо ложится но вот все равно когда не знаю не чайно даже там рукой трогаешь вот так есть некое такое липкое ощущение не сильное но присутствует вот по поводу увлажнения действительно он тоже хорошо увлажняет он вот как заявлен на ну я не знаю 12 часов не 12 но по крайней мере ощущение увлажнения комфорта и ухоженной кожи она вот присутствует для себя повторять вот именно эту покупку для своего там типа кожи для своего возраста я не буду вот но предыдущие две то есть гель для кожи вокруг глаз и мицеллярный гель это я буду повторять точно и это думаю что это будет моими на ближайшее время фаворитами точно потом по 13 каталогу еще я взяла себе несколько бутылочек мицеллярной воды про лексир была акция при покупке любого продукта про лексир по-моему там кроме маски или что-то такое можно взять по хорошей цене вот эту вот мицеллярную воду а у меня подруга заказывал целый набор то есть там и маска и крем дневной и ночной для глаз туда-сюда вот и я одну ей такую подарила остальные я по выгодно себе цене взяла себе я уже тоже про нее неоднократно говорила мне она нравится вот это вот улучшенная формула она не так сильно печет глаза хотя последнее время я перестала использовать ее для глаз то есть использую ее просто для лица и иногда даже в качестве тоника ну например если я куда-то еду чтобы там не тащить гору банок всяких то вот это вот заменяет и можно умыться и потом еще раз как бы начисто уже протереться вместо тоника поэтому водичка мне это очень очень нравится и последнее что у меня есть что ой что у меня уже нет что я только что сломала ладно в общем такой карандаш я взяла вот вот такой вот серебряный каял он еще есть в синем цвете я решила взять в серебряном чтобы попробовать повторить макияж с обложки вот этот вот космический покажу а вот вот такой такого плана в общем смотрите что получается при нанесении он дает вот такой вроде как стальной цвет но по крайней мере на руку а когда начинаешь это наносить карандаш на века я пробовала и на невидимый консилер я пробовала на базу не фаберликовскую я пробовала на сухое веко в общем по базе по консилеру он вообще не не то что не двигается а он прям глаз за собой тянет ну то есть для меня вообще неприятные ощущения на самом деле на сухое веко можно нанести но почему-то у меня вот такого вот стального серебристого оттенка на глазах не выходит то есть знаете такой скорее мышино-серый поэтому в качестве теней для век кстати вот форма удобная чтобы именно красить полностью века прямо так вот боком то есть она наносится все но вот оттенок для меня не особо удачный то есть я выгляжу так как будто я очень сильно устала просто вот соком то сейчас упаду и все для себя оставляю этот карандаш только вот здесь вот подводить внизу века только для этого вот и возможно еще вот здесь вот внутренние уголки тоже можно им выделить то есть когда точечно или тоненько наносишь что оттенок получается вот как сейчас у меня на руке когда начинаешь полностью века такого вот не знаю почему но почему-то не выходит да и это все пока что я хотела показать сейчас буду снимать видео уже с новинками по следующему каталогу спасибо большое за внимание до новых встреч всем пока